Належит, как птицам небесным, за их благословения, которые распространяются по земле, ибо по всей земле идет голос их. Питаются этой пищей те, кто радуется ей, те не радуются, чей Бог чрева. И у тех, кто предлагает плоды, они не в том, что они дают, а в чувстве, с которым дают. Я вижу, чему радуется тот, кто служит Богу, а не своему чреву. Вижу и поздравляю его. Он получил от филиппийцев то, что они послали через Апфродита, и вижу, чему он радуется. А то, чему он радуется, и есть его пища, ибо правда, говорит он, я весьма возрадовался в Господе, что уже вновь пробились у нас, пробились роски заботы обо мне. Вы и прежде заботились, а потом вам это наскучило. Филиппийцы зачахли в этой длительной скуке, которая иссушила плоды добрых дел. Апостол радуется тому, что пробились новые роски их, не за себя, не за то, что они помогли в его скудости. Он ведь продолжает, говорю я это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился довольствоваться тем, что у меня есть. Умею жить и в бедности, умею и в изобилии. Научился всему и во всем быть в сытости и терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке. Все могу в том, кто укрепляет меня. Чему же ты радуешься, великий Павел? Чему радуешься, что питает тебя человека, обновленный познанием Бога, создавшего тебя по образу своему? Душа живая, столь овладевшая собой, окрыленный язык, говорящий о тайнах. Да, таким душам подобает эта пища. Что же питает тебя? Радость. Послушаем дальше. Вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вот чему он радуется. Вот что его питает. Их хорошие поступки, а не облегчение в его собственных затруднениях. Он говорит, в скорби давал ты мне простор, потому что научился он жить в изобилии и терпеть недостаток, живя в тебе, укрепляющем его. Вы знаете, филиппийцы, говорит он, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Выехли с Салонику и раз и два посылали на потребности мои. И он радуется, что они теперь вернулись к добрым делам и ликует, видя в них новые ростки, словно видит вновь ожившую плодородную ниву. Думали о потребностях своих, говорит он, присылали на потребности мои. Этому ли радуется? Нет, не этому. А откуда знаем мы это? Он сам говорит дальше. Я ищу не даяния, но ищу плода. Я научился от тебя, Боже мой, различать между даянием и плодом. Даяние – это то, что уделяет нам помогающие в нужде. Деньги, еда, питье, одежда, кровь, помощь. А плод – это добрая, правильная воля дающего. Учитель благой не сказал просто, кто примет пророка, но добавил во имя пророка. Не сказал просто, кто примет праведника, но добавил во имя праведника. Тогда только получат они награду от пророка, а другой от праведника. Он не только сказал, кто даст чашу холодной воды одному из малых моих, но добавил только во имя ученика и присовокупил. Истинно говорю, вам не потеряет награды своей. Принять пророка, принять праведника, протянуть чашу холодной воды ученику – это все даяние. А плод – сделать это во имя пророка, во имя праведника, во имя ученика. Такими плодами питался Илья у вдовы, знавший, что она кормила Божия человека, и потому его кормивший. От ворона он получал даяние. Этой пищей питался не Илья внутренний, а внешний, который мог погибнуть без такой пищи. И я скажу то, что истина в очах Твоих, Господи, когда люди, не знающие и не верующие, которые приобщаются вере и оберегаются в ней знамениями и великими чудесами, которые и обозначаются, как мы думаем, именем рыб и морских чудовищ, берутся поддерживать и помогать в какой-нибудь житейской нужде детям Твоим, не зная, зачем это надо делать и с какой целью, то одни из них, одни дают настоящей пищи, а другие ее не получают. Одни не поступают по святому и правильному намерению, другие не радуются их даянию, не видя еще плода, а душу питает только то, что доставляет ей радость. Поэтому рыбы и морские чудовища и не едят пищи, которую могла вырасти только земля, отделенная и отличная от горьких морских вод. И ты увидел, Боже, все, что сделал, и вот хорошо весьма. И мы видим это и находим, что все хорошо весьма. Ты рассматривал один за другим каждый вид, возникавший по слову Твоему, и находил, что он хорош. Я насчитал, что семь раз написано, как ты, рассмотрев создание твое, находил его хорошим. В восьмой же раз, когда ты увидел все созданное Тобой, то нашел, что оно не только хорошо, но весьма хорошо, как нечто целое. Все вместе было не только хорошо, но очень хорошо. Это можно сказать и относительно красивых тел. Тело, состоящее из красивых членов, гораздо красивее, чем каждый из этих членов в отдельности. Потому что, хотя каждый из них сам по себе и красив, но только их встроенное сочетание создает прекрасное целое. Я старался понять, семь или восемь раз увидел ты, что создание твое хорошо и угодно тебе. Я не нашел, однако, упоминания о том, что обозрение это происходило во времени. Это дало бы мне возможность понять, сколько раз обозревал ты создание свое. И я воскликнул, Господи, разве не правдиво писание твое? Ты истинно и правда дал его. Почему же говоришь ты, что обозрение твое было не во времени? А писание твое говорит мне, что день за днем смотрел ты на создание свое и находил его хорошим. И когда я стал считать, я нашел, сколько раз. И на это говоришь ты мне, ибо ты Бог мой. И говоришь рабу своему громким голосом во внутреннее ухо, разрывая глухоту мою и восклицая, «О, человек, то, что говорит Писание мое, говорю я. Только оно говорит во времени. Слово же мое времени не подвластно, ибо оно пребывает со мной одинаково вечно. То, что вы видите Духом моим, я вижу. То, что вы говорите Духом моим, я говорю. Но вы видите во времени, а я вижу не во времени. А точно так же вы говорите во времени, а я говорю не во времени». Тридцатое. «Я услышал это, Господи Божий мой, и не обронил этой капли от сладостной истины Твоей. Я понял, что есть люди, которым не нравятся дела Твои. Они говорят, что многое сделал ты понуждаемой необходимостью. Это относится, например, к устройству небеса, расположению светил. И творил ты их не из своего материала. Они уже были где-то и кем-то созданы. Ты только собрал их, соединил и связал, когда, победив врагов, оградил ты мир стенами, чтобы побежденные не смогли вновь восстать на тебя. Многое уже ты вообще не создавал и не устраивал, например, ни телесных существ, ни мельчайших животных, ни того, что держится за землю корнями. Все это создал и сформировал в нижних пределах мира враждебный дух. Природа тебе чуждая, и не тобой созданная, тебе противостоящая. Безумцы говорят так. Не духом Твоим видят они дела Твои, и не узнают тебя в них. Те же, кто видит духом Твоим, это ты в них видишь. И когда они видят, что дела Твои хороши, это ты видишь, что они хороши. А в том, что им дорого ради Тебя, в этом ты им дорог. А то, что по духу Твоему нравится нам, нравится и тебе в нас. Кто из людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Мы же приняли не духа мира этого, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Я уверен в том, что говорю. Конечно, Божьего никто не знает, кроме духа Божия. А каким образом мы знаем, что даровано нам Богом? Вот ответ мне. То, что мы знаем духом Его, никто не знает, кроме духа Божия. Поэтому, как правильно сказано тем, кто говорит в духе Божием, это не вы говорите. Так правильно сказать и тем, кто знает в духе Божием, это не вы знаете. Не менее правильно сказать и тем, кто видит в духе Божием, это не вы видите. Итак, кто видит что-то хорошее в Духе Божьем, видит это не сами видят. Бог видит, что это хорошо. Вот первый случай. Кто-то считает плохим то, что хорошо, как те люди, о которых говорилось выше. Второй человек видит, что хорошее хорошо. Многим нравятся создания твои, потому что они хороши. Но в них любят они не тебя, они предпочитают наслаждаться ими, а не радоваться о тебе. И третий человек видит что-то хорошее, что это хорошо видит в нем Бог. И в творении Его любим мы Бога. Любовь эта могла возникнуть только по внушению Духа, которого Он дает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом, святым данным нам. Он позволяет нам увидеть, что хорошо все существующее, каков бы ни был образ Его существования. Все от того, который существует, никаким бы то ни было образом, но существует абсолютно. Благодарю Тебя, Господи. Мы видим небо и землю, то есть верхнюю и нижнюю часть материального мира. Существа духовные и телесные, как украшения тех частей, из которых состоит вся громада Вселенной. Вообще весь созданный мир мы видим свет, сотворенный и отделенный от тьмы. Видим небесную тверь, находящуюся между духовными верхними водами и материальными нижними. Первое тело мира, и это воздушное пространство, которое тоже называется небом, в котором носятся птицы небесные между водами, которые как пар поднимаются над ними и в ясные ночи оседают росой, и теми, которые падают тяжелыми ливнями. Мы видим красоту морских вод, собранных в просторы, и сухую землю, то голую, то видимую и устроенную, мать трав и деревьев. Видим светило, сверкающее вверху, солнце, без которого не будет дня, луну и звезды, которыми утешена ночь. Все они отмечают время и обозначают его. Мы видим, что влажная стихия населена рыбами, чудищами и крылатыми существами, ибо плотность воздуха, поддерживающая полет птиц, создается водными испарениями. Мы видим, что лик земли украсили земные животные, видим человека, созданного по образу и подобию твоему, и поставленного над всеми неразумными животными в силу твоего образа и подобия, то есть в силу разума и понимания. И как в его душе одна сторона рассуждает и приказывает, а другая повинуется и подчиняется, так создана телесно для мужа и женщины. Природа ее по разуму и пониманию равна его природе. Но по своему полу женщина подчинена полу мужскому, подобно тому, как желание действовать осуществляется по указанию разума, как действовать правильно. И так мы видим, что и каждое создание хорошо, а все взятое вместе очень хорошо. Хвалят тебя, Господи, дела твои, да полюбим тебя, и мы любим тебя, да хвалят тебя дела твои. Во времени их начало и конец, восход и закат, подъем и спуск, красота и ущерб. За утром следует вечер, и незаметно, и явно. Все создано из ничто тобой, но не из твоей субстанции, а из материи, никакой-то, тебе не принадлежащей, существовавшей и раньше, но из созданной тобою тогда же, ибо ей, бесформенной, дал ты форму без всякого промежутка во времени. Материя неба и земли разная, различен вид неба и земли. Материю же ты создал из ничто, мир из бесформенной материи, то и другое создал ты разом. Материя приняла форму без всякого замедления и перерыва. Мы раздумывали, какой аллегорический смысл хотел ты вложить в такую последовательность творения, или в такую последовательность повествования о нем. Мы увидели, что каждое создание в отдельности хорошо, а все вместе взятое очень хорошо. В слове твоем, единственном сыне твоем, увидели мы небо и землю, тело и главу церкви, предопределительно до всякого времени, без утра и вечера. А когда ты начал осуществлять предопределенное во времени, дабы явить тайное и упорядочить наш беспорядок, грехи наши превысили голову нашу. И отойдя от тебя, зашли мы в пропасть мрачную, но парил над нами благой дух твой, чтобы в свое время подать нам помощь. Ты оправдал безбожников, отделил их от грешников и укрепил авторитет книги твоей среди высших, покорных тебе и низших им подчинявшихся. Собрал неверных в единое, единодушное общество, да проявится рвение верных, и дотворят они дела милосердия, раздавая бедным блага земные ради приобретения небесных. И тогда зажег ты на тверде светильники, святых твоих имеющих слово жизни, сияющих духовными дарами и потому высокоавторитетных. Тогда же для обращения народа в неверных из телесной материи извлек ты таинства, чудеса, прорицания в соответствии с твердью книги твоей. Она благословение и для верных, а затем образовал душу живую верных, упорядочив их чувства силой воздержания. Разум подчиненный только тебе и не нуждающийся ни в каком человеческом авторитете для подражания, ты обновил по образу и подобию твоему, подчинил как женщину, мужчине деятельность, руководство ума, и пожелал, чтобы всем твоим слугам, необходимым в этой жизни для усовершения верных, эти самые верные оказывали помощь в их житейских нуждах, в будущей жизни принесет она плоды обильные. Мы видим все это, и видим, что это очень хорошо, потому что это ты видишь их в нас. Ты, давший нам Духа Святого, чтобы мы видели дела твои и в них любили тебя. 35. Господи Божий, давший нам все, пошли нам покой, покой отдыха, покой субботы, покой незнающий вечера. Весь этот прекрасный строй, очень хороших созданий, совершив свой путь, пройдет. У них будет свой вечер, как было свое утро. Седьмой же день не знает вечернего заката, ибо ты осветил его, да продолжится вечно. После трудов своих, весьма хороших, ты отдохнул в седьмой день, хотя и творил, не выходя из состояния покоя. И голосом книги твоей возвещено нам, что и мы после трудов наших, потому весьма хороших, что ты дал нам закончить их, в субботу вечной жизни отдохнем в тебе. И тогда ты так же отдохнешь в нас, как сейчас в нас действуешь. И наш отдых будет твоим, как и наша работа твоя. Ты же, Господи, всегда действуешь и всегда отдыхаешь. Ты видишь вне времени, действуешь вне времени и отдыхаешь вне времени. Но нам даешь видеть во времени, создаешь само время и покой по окончанию времени. 38. Итак, мы видим, что ты сделал, ибо мир существует, но существует он потому, что ты его видишь. Глядя на внешний мир, мы видим, что он существует. Думая о нем, понимаем, что он хорош. Ты тогда видел его уже созданным, когда увидел, что нужно его создать. И мы теперь испытываем побуждение делать добро после того, как сердце наше зачало от духа твоего мысль об этом. Раньше нас, покинувших тебя, подвигала на злое. Ты же, Господи, единый, благой, не прекращал творить добро. И у нас есть, по милости твоей, некие добрые дела, но они не вечны. Мы надеемся, однако, что, закончив их, мы отдохнем в твоей святости и величии. Ты же, благой, не нуждаешься ни в каком благе и всегда отдыхаешь. Ибо твой отдых ты сам. Кто из людей поможет человеку понять это? Какой ангел ангелу? Какой ангел человеку? У тебя надо просить, к тебе искать, к тебе стучаться. Так, только так ты получишь, найдешь и тебе откроют. Конец исповеди блаженного Августина Ефрема Сирина Слезное моление 135 В понедельник вечером Прими прошение оскверненных и нечистых уст, владыка всяческих, человеколюбивый Иисусе Христе. Не погнушайся мною, как недостойным и несмысленным, и не признай недостойное утешение твоего душу мою, приближающиеся к аду. Взыщи меня, как погибшую овцу, потому что вовсе нет во мне ни усердия, ни смысла к исправлению себя. Ослеплен я сластолюбием, омрачена душа моя, и от упоения страстями сердце мое стало бесчувственным. Всю горечь свою, все лукавство, все неразумие исповедую тебе, Господи, спаситель мира. Скажу та же всю приятность, всю сладость того, что по благости твоей соделал ты со мной, человеколюбец. С первого возраста стал я приогорчителем, нерасположенным к добру, изобретателем всякого порока, способным на всякий грех. Но ты, владыка, сын Божий, по великим щедротам твоим не воззрел на все мое лукавство. Глава моя вознесена благодатью твоей, владыка, но снова смиряется по причине грехов моих. Благодать твоя снова влечет меня к жизни, а я со всем усердием устремляюсь скорее к смерти. Потому что пагубный навык мой к слабостям даже против воли моей увлекает меня к себе. Ужасен страстный этот навык, неразрешимыми узами связывает он ум мой, и узы эти всегда кажутся мне вожделенными. По навыку опутываясь сетями и радуясь бедный, что опутан, погружаясь в самую несносную глубину, и это веселит меня. Враг ежедневно обновляет узы мои, а я восхищаюсь тем. О, сколько искусства у врага! Не связывает меня узами, какими не хочу. А напротив того налагает всегда такие узы и сети, которые принимаюсь с великим удовольствием. Ибо знает, что произволение мое сильнее, и во мгновение ока налагает узы, какие сам хочу. Эти рыдания и плача достойно. В том позор и стыд, что связан я своими хотениями. В одно мгновение могу сокрушить узы и освободиться от всех сетей. Но одолеваемый слабостями и произвольно раболепствуя страстным навыком, не хочу сделать того. Еще ужаснее, еще больше заставляет меня обливаться слезами стыда, что соглашаюсь с хотениями врага своего. Он связывает меня, и я умерщвляю себя страстями, которые радуют его. Могу сокрушить узы, но не хочу. Могу избежать сетей, но не желаю. Что горе с ней этого плача и рыдания? Какой стыд тягостнее этого? Увы, нет стыда более горького, как выполнять человеку хотения врага. В таком положении нахожусь я, окаянный, знаю узы свои и скрываю их из-за робости. Совесть моя обличает меня. Почему не трезвишься, ты, бедный? Не знаешь, разве что страшный день суда при дверях? Восстань, как сильный, разорви узы свои. У тебя есть сила разрешать и вязать? Так обличает меня всегда святая совесть, но не хочу освободиться от узы сетей. Каждый день сетую и воздыхаю об этом. Оказывается, что связан я теми же страстями. Окаянен я и беден, не оказывая успехов во благо жизни своей, не боюсь оставаться в сетях смертных. Тело напоказ видящим обличено благоговейной наружностью, а душа опутана непристойными помыслами. Стараюсь быть благоговейным наружно, а внутренно я мерзость перед Богом. Услаждаю речь свою, говоря с людьми, а сам горек и лукав в произволении. Что же мне делать в день испытания, когда Бог откроет все перед судилищем? Великий страх непрестанно сокрушает сердце мое, потому что связан я с сетями несметных беззаконий моих. Сам знаю, что буду там наказан, если судью неумилостивлюсь слезами здесь. Поэтому-то не удерживаешь ты, владыка, щедрот своих во гневе, ибо сам ожидаешь моего обращения. Ты не хочешь видеть, чтобы кто-либо горел в огне, но всем человеком желаешь спастись в жизнь. Поэтому, уповая на щедроты Твои, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, преподаю к Тебе и умоляю, воззри на меня и помилуй меня. Изведи душу мою из темницы беззаконий, и да воссияет луч света в моем разуме, пока не пришел я в будущую страшную для меня жизнь. И я совершенно будет невозможно покаяться в худых делах. Великий страх объемлет меня бедного и блудного, как пойду совершенно неготовым и обнаженным от покрова добродетелей. Страх и боязнь объемлют меня, ибо вижу, что неревностен я к добру, но обуреваюсь противными помыслами, потому что, слушаясь бесов, которые сластолюбием уловляют меня в погибель. Если не обличаюсь своей совести, то во многом кажусь себе хорошим, уподобляюсь нерадивому и ленивому купцу, который в один день теряет свой достаток и прибыль. Так я, бедный, теряю небесное благо среди множества развлечений, вовлекающих меня в худые дела. Сам в себе ощущаю, как ежечасно окрадывают меня, и нехотя занимаюсь тем, что ненавижу. Удивляет меня злое произволение мое во время скорбей, в которых всегда наиболее погрешает оно. Удивляет меня покаяние мое, почему не имеет оно твердого основания зданию воздержания, потому что не допускает этого враг души моей. Каждый день полагаю основание зданий и собственными своими руками разоряю опять труд. Прекрасное покаяние не положило еще во мне хорошего начала, а злому нерадении нет и конца. Порабощен я слабостям по воле врага моего, усердно выполняя все им любимое. Кто отдаст голове моей воду к неистощимым обилии и очам источники слезные, которые бы непрестанно проливали слезы да плачусь, всегда перед милосердным Богом, чтобы послал благодать свою грешнику, обрываемому ежечасно душу мою? Извлек он из свирепствующего моря, метущегося греховными волнами. Усилились хотения мои, стали подобны ранам, которые вовсе не терпят врачебных перевязок. Жена-блудница, пришедшая в ужас, вдруг оказалась целомудренной и усердной, потому что возненавидела дела сравного греха, привела себе на память будущий вечный стыд и нестерпимые мучения в наказании. А я, ежедневно обещаясь отстать от греховных страстей, не отстаю от них, но всегда неразумно держусь худого своего навыка. Есть у меня в надежде чаяние покаяние, обманутый суетным обещанием, всегда говорю «покаюсь» и до ныне не каюсь, на словах только прилежно каюсь, а делами весьма далек от покаяния. Забываю даже, наконец, собственную свою природу, потому что делаю зло с сведением и грешу по упорству. И сам не нашел места покаяния, потому что с упорством привлекал к себе грех, и грешил не по увлечению и не по заблуждению, но с сведением после вразумлений огорчил родителей и не устыдился Бога. И Иуда, предатель, не нашел места покаяния, потому что грешил, пребывая вместе с Господом, и знал, что делал после того, как видел на себе опыт благодати. Поэтому чего ожидать мне, бедному, в рассуждении грехов моих, содеянных в ведении? Известно, что и помысливший только худое равен содеевшему. Чем буду оправдываться в бесчисленном множестве беззаконий моих? Хам, замысливший только посмеяться над отцом, отвержен. Соумышленники Кореевы поглощены землей, хотя вовсе ничего не сказали и не сделали. Подобным образом пострадали и бывшие при Илье, и Саул, внявший помыслом и злослужение отвержен. И Ахитофел, подавший только совет, умер во грехе. И сыны Аароновы, погрешив наказанных смертью, и Сапфира с мужем за пренебрежение свое, не имели времени на покаяние. Рассматривая дело свое, беру во внимание согласие свое и ожидаю перевеса правосудия, признаю его явно справедливым. Для чего вводит меня в заблуждение, вводит принятый мною на себя образ, когда чушки, добродетели и перед Богом все назирающим делаю противное? Справедливо фарисеи потерпели обличение от Христа Спасителя, который наружность их назвал лицемерною. И я всего чаще бываю в таком затруднении, потому что обличаемость своей совести негодую, и обличение кажется мне жестоким, истинно горько старающимся утаиться. Раскрою свою наружность, и окажутся во мне черви, сниму с себя летину персти, и окружающие меня увидят, что лежит во гробе, рассмотрят силу моих дел, заметят фарисейское подобие. А если не сделается это явным здесь, то огонь испытает на суде, как говорит апостол. Простри, Господи, руку помощи мне, лежащему во прахе, ибо хочу встать и не могу, бремя греха подавило меня, и лукавый навык удерживает меня. Смотрю глазами и хожу, как во мраке, движу руку свою, как в глубокой тьме, и весь я, как расслабленный. Благодушествую и недоволен собою, даю обет перемениться и пощусь, навсегда встречаю препятствия. Ревностен я к словословию, и не позабочусь угождать Богу. Как осмелись спросить об оставлении прежних грехов своих, немало не забывая прежнего своего поведения? Или как совлекусь ветхого это распленного человека, не отложив вожделений прежнего своего обольщения? Увы мне, как перенесу обличение в беззаконных делах моих и помыслах. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих.